Салем Дустар, вы находитесь на канале Чеггер Аут, а это реакция на сериал Саке. Привези мне его тело, 15 серия. Очень страшно всё звучит. Вот, так ладно, давайте о сериале чуть попозже. Вначале я немного похвастаюсь, порадуюсь. И вы за меня, надеюсь, порадуетесь. Салем, social media, решили сделать мне подарок. Они мне написали в инстаграме, мол, нам очень нравятся ваши реакции. Спасибо, что снимаете реакции на наш контент. Ну и вот, в общем, digital producer сериалов 240 часов и Сакея написала мне. И спросили данные, как бы, чтобы выслать подарочек. Я был приятно удивлён, я вообще не ожидал, что такое возможно. Вот, но в итоге я даже как-то побаивался написать там свои данные. Мало ли, вот, но аккаунт вроде этого сериала. И я поэтому написал. И спустя сколько, ну недельку, наверное, где-то пришёл от них, пришла от них посылочка. Я уже всё открыл, конечно, посмотрел. Поэтому тут не будет никакого анбоксинга, я вам просто так покажу. Вот, что у нас тут. Худи. Вот такой вот. Я удивлён, как они вообще угадали с размером. С моим, ну, видимо, как-то по видео поняли. Вот, единственное, чё, это то, что какая-то как будто она... Мне показалось то, что она мне маленькая сначала, но потом я понял просто, что она, ну, не такая широкая. Я люблю такие свободные, в общем. Но, в принципе, мой размер и круто. И, конечно же... Давайте я помилю, чё. Сейчас, как там в интернетах делают ваших... О, вау, ничего себе. Так, ну и сюда, конечно, не хватает... Бейсболочки тоже салем. Вообще просто пушка. Спасибо большое. Очень приятно. Я по-любому буду это носить. Я не знаю, когда, правда, конечно. Хип-хоп фэшн. Ну, клёво, клёво. Очень круто. И всё вышито. Ну, не просто принт, а прям вышивка. Я тоже, ну, хочу, думаю, делать мерч для своей команды, тусовки, которые мутят. И, скорее всего, мы тоже будем вышивать. В общем, крутые призы. Ну, кепка я по-любому, когда буду гонять на велике, буду гонять в кепочке. И, собственно, лёгкое худи тоже, мне кажется, пойдёт для велопрогулок в прохладную погоду. Так, ладно. Всё, снимаем и приступаем к просмотру. Как там надо снять-то? Сейчас. Вот так просто дёрнуть, да, по-моему? Или как? Я это вот так? А, ну да, просто дёрну. Всё. Такие пироги. Ну, а теперь давайте заценим серию. Чё у нас в прошлой серии? Далгата. Он заколебал за своими снами. Я надеюсь, что в этот раз ему ничего не будет сниться, а всё реально случится. Ну, я даже не знаю. Я, наверное, не куплюсь. Или куплюсь. Или не куплюсь. Вот не знаю, что ожидать сейчас. Я надеюсь, что не сон будет. Так, Азамат рулит. Название страшное вообще. Привези мне его тело. Звучит страшно. Я очень надеюсь, что ни с кем ничего плохого там не случится. Вот. Ещё на стоп-кадре там отец его. Короче, не знаю. Ладно, давайте заценим и в конце, как всегда, поболтаем. Погнали. Вот тебе, понял? Я у вас лично буду души и мне пофиг. Срочно надо убейся. Пошёл он в жопу. Ну, это сон. А как почувствую запрещу? Ты чего такой напряжённый? Да так плохой сон приснётся. А ты чё? Как дела с этим Азаматом? Потихоньку. Вчера была у него, так сказать, удочку закинула. Удачу, ты чё, у меня рыболовый, что ли? Его надо ловить, уже пора. Я понимаю. Но нужно же время. Какое нахрен время? Время сейчас против нас работает. А его надо быстрее за яйца брать. В твоём случае, это в прямом смысле. Я знаю. Но что умею? Сразу в постель тащить? Да? Да? Это нереально. Реально? Ещё как реально. Ты посмотри на себя. О, сесть в жопу, всё на месте. Давай, действуй. Руки убери. На нас люди смотрят. Похуй мне, кто смотрят. Можно подсыпать просто. Слушай, сколько я тебе предлагаю? Ты ещё даю 10. Но ты, чтобы сегодня пошла и трахнула этого Азамата. Блин, ну... Чё ты блинкаешь? Чё ты блинкаешь? Эй, ёб твою мать, танготну. Эй, ёб твою мать, танготну. За 10 штук я, блядь, сам ему отдался бы. Давай так, не тупи, а. Я надеюсь, ты это не серьёзно. 10 штук. Бля, заткнись, пожалуйста, заткнись и делай то, что тебе говорят. Если с этим Азаматом мы сегодня не справимся, блядь, мне самого бесплатно чпокну, блядь. Понимаешь? Понимаю. Ни хрена ты не понимаешь. Так, ну, я думаю, у них ничего не получится вообще. Саяц Аматович. Саяц Аматович. Что, что? Чё, ждёте? Чудо, чудо, жду чудо. Вы уже час так сидите. Могли бы чем-нибудь полезным заняться. Чё ты мне предлагаешь? Ну, начальники секретарш балуют, обнимают, кто-то зовут, ну, служебные романы. Ну, у них, наверное, нормальный, симпатичный секретарш никакой нет. Саяц Аматович, весь кайф вы обламываете, блин. Чё ты хотела вообще? Саяц Аматович, всё готово. Заходите. Ну, вот, Саяц Аматович, как вы и сказали, всё проверили. Всё чисто. То есть, ни жучков, ни камер, ничего нет? Никаких жучков, никаких камер. Сука. Всё-таки Талгат меня не обманул. Котрость жизни, кстати. Ясно. Слушай, а если вдруг... Куда я сахтазан, конечно, но если вдруг кто-то здесь что-то поставит, я смогу их как-то спалить? Ну, если КНБ или антикорд, то тут без шансов. Ясно. Знаете, Саяц Аматович, в принципе, вы можете установить здесь камеры. А ну, хрена чё? Сам за собой буду следить. Да нет. Тем самым вы будете знать, кто здесь ходит и что тут происходит, когда вас нет. Слушай, хорошая идея. А можно то же самое ещё у меня дома сделать, где я живу? Просто там у меня домработница какая-то подозрительная. Да хрена туда нет, может, что-то крадет. Да, конечно. Да? Да, да. Всё, тогда договорились? Сколько вам надо по времени? В течение часа будет всё готово. Всё, всё, всё. Спасибо. А, насчёт аппарата, пусть здесь постоит. Да всё, не переживайте, здесь у нас аппаратуру не крадут. Только деньги, это же Акимат. Так, ясно. А чё, толкат, я не говорил? Нифига, прикольная штука. Саяц Аматович, можно? Да, да. А чё у нас происходит? У меня в кабинете проверка какая-то была. А, нет, нет, это нормально всё. Это я попросил. На всякий случай. Ну, жучки проверят, камеры. Мы же с тобой честные, правильно. Конечно. А честных в этой стране они любят. Ну, так, проверочек. А нам-то чё бояться? Ну, я тоже об этом. Слушай, ты для этого заходил? Нет, я по другому вопросу. Нам бы встречу с населением провести. Эй, слушай, давай, я после таксистов, мне это хватило. Да, нет, шеф, ну, при чём тут таксисты? Я хочу встречу организовать. Ну, не такой, как у нас проходит. Сто вопросов, 99 из них подставных. Давай без этих кусалов. Ну, реальную встречу с реальными вопросами. Не, ну, если ты настаиваешь. Хорошо, когда? Завтра? Через полчаса. Через полчаса что? Через полчаса сто человек соберешь? Да нет, шеф, не переживайте. Я этот момент ещё неделю назад отработал. Ай, какой ты молодец, а. Всё-таки не зря ты у меня руководитель аппарата ЧПАСКО района. Спасибо. Ну, всё, дай мне пять минут, дай. Всё, понял, шеф. Ждём. Всё, давай. Просто штучку классную нашёл. Ну-ка, послушаю, чё эти твари про меня говорят. Хоть в этот раз есть какие-нибудь хорошие новости, а? Да. Мы на Саэто до сих пор ничего не нашли. Да ты, блядь, тупица. Ты можешь отличать хорошие новости от твоих? Они чё, в этом стане? Не-не, вы дослушайте. В общем, мы нашли одного его подрядчика. Зовут его Мурат. Говорят, Саэто ему открытым текстом сказал держать общак всех подрядчиков. Ну, короче говоря, этот Мурат контролирует все откаты. Откуда информация? Он... Я утрешь? Ну, он к нам по одной теме попался. Когда мы на него начали давить, он раскололся и как раз про Саэто и рассказал. Ну, вот видишь, я же говорил же, можно поработать над Саэтом, да, и что-то на него нарыть. Молодцы? Ахмед, шеф. Вы вытащите, проведите с ним профилактическую беседу, потом ему скажете, что надо дальше делать. Кстати, где он сейчас? Не знаю, где-то в городе, наверное. Тупица, ё-моё. Блин, только что тебя похвалил, блин. Эй, ай, на лайн, сал джунскими сендерами, юриды, грахма? Все, понял. Ну, найти его, короче, я не знаю. Так прикольно сделали, как будто Саэт слушал и как раз разговор. Здравствуйте, Азамат Ерланович, можно? Здравствуйте. Конечно, но, знаете, к сожалению, вас сейчас не могу принять. У нас собрание, очень тороплюсь. Опять 25. Я-то думала, хотя бы вы здесь нормальные. А вы такой же, как все. Ладно. Пусть эти несчастные бабушки страдают. Видит Бог, я пыталась. Нет, подождите, пожалуйста, подождите. Я же вам говорю, у нас сейчас собрание. А после собрания... А после собрания вы меня обязательно примете, выслушаете и поможете. Слышала я эти акиматовские сказки. Вот тут они у меня уже. Нет, Динара, вы меня неправильно поняли. Да, вы даже имени моего не запомнили. Диана. Извиняюсь, Диана. Я вам слово даю. После собрания я вас буду ждать. Ну, хорошо. Я соглашусь на ваши условия, если вы согласитесь на мои. Какие еще условия? Ну, вот вы сейчас сходите на собрание, а потом примете меня не в кабинете, а, например, в ресторане. Даже не знаю. А я знаю. И поэтому буду ждать вас в ресторане Торино в 8 часов. Давайте сделаем так. Не вы меня будете ждать 8, а я вас. Хорошо. Я вижу, я вас не ошиблась. Вы действительно хороший мужчина. Спасибо. Что-то жарковато здесь. Да, действительно жарковато. Два. Как два? Вы же сказали, 8. Размер груди второй. Нет, я не об этом. О встрече просто задумался. Добрый день, уважаемые граждане. Разрешите представиться. Я Бесеханов Азамат Ерланович, руководитель аппарата Акима Чапаевского района. Ну и, конечно же, мы очень рады приветствовать вас на отчетной встрече Акима с населением нашего района. Ну, с вашего позволения, я хочу предоставить слово непосредственно Акиму нашего района, Омарову Саяту Самадовичу. Саят Самадович. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые граждане. Я, конечно, рад приветствовать вас на очередной встрече Акима, где я буду выступать с докладом о проделанной мной работе. И после обязательно послушаю все ваши жалобы и предложения. Ну, не по музыке уже, наверное, все будет. Надо выключить залпы. Уважаемые граждане, теперь непосредственно перейдем к вашим вопросам. Если есть какие-то вопросы, можете их задавать. Пожалуйста. Саят Самадович, здравствуйте. Меня зовут Амангель Декобзе Жасарович. Я, Гаухар Даньяровна, я инвалид второй группы. Мне 60 лет. Я брал землю в аренду у государства, и по документам все было хорошо. Куда бы я ни обращался за работой, везде мне отказывали из-за возраста. Я вас услышал, Гаухар Даньяровна. Амангель Декобзе Жасарович, мы приняли ваш вопрос. Спасибо. Оставьте свои контакты Азамату, и мы обязательно решим этот вопрос. Спасибо. А еще есть какие-нибудь вопросы? Добрый день, Совет Самадович. Меня зовут Мадалинов Ваужан Токторович. Я ветеран Великой Отечественной войны. Один из пяти ветеранов, живущих в данный момент в нашем районе. У меня случилась неприятная история. Дом, в котором я проживаю, был признан ветхим. И комиссия признала его снести. Приехали подрядчики, взяли мои документы на дом, составили акты и все. После они приехали и сказали, что квартир больше не осталось, а мне могут дать деньгами. И предложили три миллиона деньгами. Я отказался. Ради этого я защищал эту родину, чтобы у меня отобрали мою землю. Савет Самадович, я прошу вас, примите это под свой контроль. Ата, я вас услышал. Я вам обещаю, что я возьму под свой личный контроль и решу этот вопрос. Азамат, запиши под свой личный контроль. Вы сегодня ко мне сможете в Акимат приехать? Да, конечно. Все, тогда, чтобы у вас не было неудобств, я вам отправлю водителя, чтобы он к нам привез вас. И вам гарантирую и обещаю, что мы решим этот вопрос. Так, Мурат, очень рад знакомству. Рахмет, взаимно. Слушай, Мурат, давай сразу к делу. Я вот слышал, у тебя проблемы с законом. Говорят, дождички на тебе там заявление написали. Говорят, в сроки там что-то не укладываешься. Джо, там просто произошло, что прямо во время стройки объекта нам прекратили финансирование. Ну, получается, у вас деньги скрысили, да? Стандартная схема, да? Нет. Ну-ка, пойдем поговорим. Если что, Саша, как это так получилось? Разве вы изначально бюджет не планируете? Планируем. Просто наш районный Аким дал такое поручение. Получается, у нас проблемы всегда везде из-за баб, а у нас из-за Акима, да? Ай, панк, жаке. Чего там дальше? Насколько мне известно, Саят Саматович, он распорядился, чтобы все подрядчики остаток денег собирали тебе. Так? Ну-ка, и построить что-нибудь. Кандая мельчая жена, кандая сумма? 20 миллионов. Онын бәрін сену өзін салдың ма? Нет. Эй, Мурат, шындықтай. Ну да. Ал, ян, Мурат бертың дайында. Менде саған бұр ұсыныс бар. Мен саған көмект кесеем, сен маған көмект кесесеем. Суның ма? В смысле, это как? Вот, янда, мұхияттың дайында. Блин. Корабель. Почему субтитры не пишут, а? Ну-ка. Хороший, хороший. Слушайте, вот почему все мои дела тормозит один тормоз? Какой-то Саят Саматович. С какого хрена я должен ждать от него согласия? Смешно? Согласен? Согласен. Ты хоть понял, о чем я? Нет. А че тогда совершаешься? Согласен. Хе, тупица. Как говорится, сила есть, тума не надо. Вы только и умеете руками работать. Почему она головой тоже роботаем же? В смысле? Ну, так. Радеем же головой людей. Ай. Ладно. Короче, вот вам адрес. Он живет один. Ночью поедете к нему и объясните, доступно, что мне нельзя препятствовать. И сделайте так, чтобы он подошел ко мне на поклон. Ясно? Да, шеф. Ну, сеф. Шеф, а Мустафина 45, это же где-то центральная оттека, да? Бля, не тупи. Поехали. Как уж такие глупые люди. Шеф, мне что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Рот закрой. Видишь этот засос? Я спрашиваю, видишь этот засос? Иди. Это точно не мой засос. Я что, щегой, что ли, засосы ставить? Что, пипец? Короче, ты мне понял, да? Найди мне его. Ну, соседи поспрашивай, кто приехал, к кому она вышла. По камерам посмотри. Короче, приведи мне его тело. Живым или мертвым? Ну, пока живым. И потом, ты это, проконтролируй этих двух, хорошо? Все хорошо, понял. Ты же интересовалась, чем я занят. Тут как раз увидишь. Обиделась? Нет, нет. Правильно. Забавно. Блин, он вообще весь сезон... Ну, давайте, Саяц Аматович, выпьем за настоящую встречу населения. Кстати, без подставных вопросов. Ну, умеешь, что-то, садя, замать. Ладно, давай. Если честно, мне приятно, что мы теперь реально будем помогать народу в нашем Чапайском районе. Конечно, но это еще не точно. В смысле? Да шучу, ты еще раз слабься, е-мое. Ты что, мои шутки еще не воспринимаешь, что ли? Кстати, тебе отдельно, рахмет на языке. На самом деле, все чиновники, да, и Акиматовский, и вообще вся госслужба должна так работать. Благодаря тебе, брат. Как говорится, с кем поведешься, у того и наберешься. Сахмет тебе, брат. Самое главное, царя, чтобы эти двое были единоумышленниками. Правильно же? Ну, это законодательное не надо. Что ты, депутаты собираешься, что ли? Да нет, я же от души. Да шучу я, е-мое, ты расслабься, ты чего, и шутки до сих пор не воспринимаешь. Давай, от души ругаешь, е-мое. Кстати, кто-то. Кто-то. А языком интересно, Здравствуйте, Азамат Ирланович, извините за опоздание. Ничего страшного, присаживайтесь. Как у вас здесь все официально, Азамат Ирланович? Ну, я думаю, Саят Саматович тогда должен уйти. Как говорится, третий лишний, я все понял. Нет, Саят Саматович, все нормально. А это ваш друг? Друг, не парень, друг. Такие дешевые шутки у меня. Ладно, если с вашего, конечно, позволения, Азамат Ирланович, можно вас на минуту? У вас здесь все официально просто. Конечно. Можно? Пармин, пармин. Очень приятно. Вас как зовут? Диана. Очень приятно, да. До свидания, Диана. Азекия, я тут подумал, после такого рабочего, сложного дня, ты заслужил. Поэтому ключ от на и квартире. Зачем? Слушай, ты же не хочешь сказать, что ты сейчас тупо поешь домой и один спать. А вот так и сделай, поеду спать. Азекия, Закуша, я, конечно, справедливый, долг, ум, это позор не ты, красавчик. Но если ты сейчас тупо пойдешь один домой спать и ее не заберешь, не то, что я тебя не пойму, весь Чапаевский народ тебя не поймет. Завтра митинг будет. А-зе, тормоз, а-зи. Серьезно, ема, я тебе не спать. Да ладно, Саяц Саматыч. У меня же есть свои квартиры. Азекия, я был в этой квартире, у тебя жопой воняет. Не, вот тут вы ошибаетесь. Я уже решил этот вопрос. Я же как-никак руководитель аппарата Акима. Вот, руководитель аппарата Акима. Какого? Чапаевского. Ты должен марку держать, брат. У меня хата. Ты же сам знаешь. Ну, стыдно будет. Там жопой воняет, братан. Давай все. У меня шикарная хата, нормально отдыхаешь. Ахмутся. Все, все. Я сам куплю. За мной не заживет. Конечно. Тем более потом ты ее номер оставишь. Я всякие кубы. Да, я что-то. Че-то он напряжен. Че-то мы не понимаешь. Ладно, э, кстати, когда в спальню зайдешь, тумбочку откроешь, там есть мультивитамины, банановые. Блин, жесть подстава. Саят Самартович тут спрашивает, когда новая серия выйдет. Уже вышла? Фак. Ну да, хотя, че это я? Ну, блин, так быстро серия прилетела. Так. Круто. Классная серия, особенно вот под конец. Вообще. Ну, давайте по порядку быстренько пробежимся. Так, это Деваха, короче. Договорились они с ним. Там все понятно. Про слушка. Я че-то упустил момент, когда, ну, Талгат, видимо, говорил что-то, то, что там нет. Но я че-то как-то не припомню. И капец они быстро там все им ставят, там за час уже, типа, все готово будет, офигеть. Ну, камеры. Ну, это ладно. Короче, перестраховался, красавчик. Все, он понял, даже тут поняв, то, что у него ничего нет, он, как бы, не изменился, ну, обратно, типа, в ту сторону. А этот, ну, как бы, дальше продолжил идти по правильному пути. Очень круто. Так, сейчас, подожди, собрание. Классный был переход, типа, то, что слушают. Как будто они в одном здании. Мне так и показалось сначала. Вот. Очень напряженная сцена с этой Дианой. Второй размер. Я вот сейчас тоже смотрю. Очень напряженная сцена. Прикольно. Отыграли классно. Я, ну, я не знаю, будет очень предсказуемо, если все-таки у них там все наладится, и они реально будут вместе. Так, сцена с собранием. Очень крутая сцена, именно, вот, момент с ветераном. Очень тронуло. Прям, жесть какая история. Ну, реально, я не знаю, как в Казахстане на самом деле обстоят дела. Но, вот, я иногда вижу новости даже в России. Типа, ветеран там умерла от холода, потому что у нее отключили отопление. Что-то такое, вот, я недавно читал. Это просто ужас. Ну, реально, я не знаю, как вообще можно так. Вот, и это, собственно, ну, что-то похожее, короче. Реально, если Саят возьмет все под свой контроль и все сделает, наладит, это вообще будет просто супер поступок. Ну, как бы, ему надо искупать, типа, или как это сказать-то, ну, искупить грехи. Так, ладно. Тут, короче, сцена была на казахском, болтали там что-то. Я, конечно, не знаю, я скачал сам сериал уже на комп. Типа, ну, может, в Ютюбе есть субтитры. Но уже сколько я смотрю, год, да, казахский контент. И уже можно было бы, вот, всем, кто занимается этим, когда идет речь казахская, писать по-русски. Потому что в основном все по-русски говорят, говорят, и тут бац, казахский. Как бы, я думаю, они уже все там, Салем, вы же понимаете, что вас не только в Казахстане смотрят. Потому что у меня уже куча знакомых, которые смотрят, и они в сторис там выкладывали. Я такой, нифига себе, прикольно чуваки смотрят. И Шакер там, вот, и другие какие-то, и Ирина Каратовна смотрели. Вот, поэтому, если на вашем родном языке, то лучше написать еще на русском. Так будет вообще очень, очень круто. Так, охранники тупые, капец вообще. Как их такими тупыми сделали? Ну, типа, просто для Стёба, но такое, конечно. Ну, один это, наверное, такое. Другие-то вроде не тупят. Ладно, это все, короче, он спалил засос. Как глупо поставить засос. Такие взрослые люди. Ну, наверное, как-то это, я не знаю, прикольно. Может, они там угорали что-то, или, я не знаю. Ну, блин, засос. И он спалил, считай. Будет забавно. Его приведут в итоге. И, ладно, это все фигня, короче. Самое крутое, это вот сцена в ресторане этом. Ее появление забавное было, конечно. Так она еще зашла, блин. Себя смотрит куда-то. Они сидят впереди, она там что-то осматривает. Еще ветер дует. Очень забавно. Просто забавно. Глупо, но забавно. Короче, бла-бла-бла. Саят отдает ключи от хаты, куда сейчас приедут охранники. Ну, то есть, не сейчас, а чуть попозже. Я думаю, они доберутся до квартиры и как раз-таки встретятся. И тут, блин, жалко Азамата. Я надеюсь, его не сильно побьют. Это будет жестко. И что у нас получается? Ну, так примерно, если нарисовать, то охранники напугать. Они, по-моему, просто должны напугать его. А тот вообще не в курсе по поводу какого-то канатога. Я не знаю, конечно, что там будет. И, возможно, они его приведут живым. Ну, да. То есть, вроде привезти они должны были его и эту девушку, наверное. И другой охранник, возможно, все разузнает и приведет Талгата. И это будет супер забавно, потому что Саят вообще не тронет путь. Это, ну, вот просто, я не знаю, фартовый какой-то чувак за весь сезон. Ему вообще, ну, конечно, с КМБ была такая выдумка, но все равно, как будто бы ему весь сезон везло. И тут он еще отдает ключи. Это так клево, вообще, очень интригующе. Прям концовка классная. Вот всегда, вот это правильно делать, такие концовки прям. И что хочется уже посмотреть следующую серию. Ну, ждать опять две недели. Каждые две недели, короче, вроде будет выходить этот сериал. Очень печально. И они, по-моему, в одно время с 240 часов не взяли. Сначала, типа, одну неделю саке, другую неделю 240 часов. Хотя бы так. А не раз в две недели оба в один тот же день. Не знаю. Все, по-моему, о чем я хотел сказать. Короче, Талгату по-любому крышка. В любом случае. Так должно произойти. Потому что его найдут. И он еще со своим заданием не справился. Все. Азамат, я думаю, его вообще не должны тронуть. Хотя фиг знает. Не знаю, это уже какая-то, уже 15 серия. Посмотрим. Может, вообще, последующая серия, последняя. Короче, все очень круто. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Ссылочки на донат в описании. Есть, что я собираю на новый комп. На второй монитор. На свет. Там, задний фон. Короче, очень много денег мне надо. Я без вашей помощи вообще ничего не смогу собрать. Вот. Все. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.